Привет друзья! Если вы следите за нашим туристическим каналом, наверняка обратили внимание, что мы недавно вернулись из Средней Азии. И привезли оттуда достаточно много интересных рецептов. Один из этих рецептов хотим представить вам сегодня. Очень вкусный, достаточно легкий и быстрый в приготовлении таджикский пирог. На самом деле этот пирог имел какое-то название. Пробовали мы его в двух местах в Таджикистане, в Душанбе и в городе Худжанди. Но название не запомнил. Зато очень хорошо мы запомнили ингредиенты вместе с Ларисой. И фактически Лариса воспроизвела этот рецепт. Кстати, если смотрят таджики, сориентируйте нас, потому что реально в интернете информации не нашли. И сориентируйте, как называется этот пирог, потому что мы его покупали именно в национальных заведениях общественного питания, там где питаются местные. И я твердо уверен, что это вот такое вот таджикское уникальное блюдо. Итак, друзья, не переключайтесь, будет вкусно. Давайте готовить вкусный таджикский пирог. Для приготовления таджикского пирога пирог нам не понадобится. А понадобятся некоторые ингредиенты. В первую очередь будем использовать вот такую вот форму. Вообще, все ингредиенты для приготовления пирога, а также текстовый рецепт вы найдете в описании этого ролика. Будем использовать говяжий фарш. Хотя в Таджикистане, по-моему, делали либо из фарша из баранины, либо из смеси бараньего и говяжьего. Также нам понадобятся две штучки среднего картофеля, две луковицы. По поводу жира. Мы в данном случае используем курдючный жир. Можно использовать говяжий жир или, в крайнем случае, можно заменить его растительным маслом. Из специй нам понадобится кунжут, обязательно зира и черный молотый перец. И, естественно, тесто для пирога. Возможно, тестом нужно слоеное дрожжевое. Возможно, вы захотите приготовить слоеное дрожжевое тесто сами, но мы используем в данном видео покупное тесто. Так как позиционируем это блюдо как достаточно быстрое, которое можно сварганить за какой-то часок к ужину или к семейному чаепитию какому-то. В общем, чтобы не заморачиваться особо. Итак, давайте подготовим фарш. Мы уже подготовили. Давайте подготовим остальные ингредиенты. Картофанчик порежем следующим образом. Вот так вот разрезаю на три части. И теперь режу на тоненькие-тоненькие пластиночки. Вот такие вот, чтобы они аж светились. Толщиной буквально по миллиметру. Если нарезать толще, то картошка не успеет приготовиться и будет хрустеть в пироге. Картошечка готова. Катастрофа. Часть картошечки улетела в емкость с черным перцем. Теперь это будет перченая картошечка. Ну да ладно. Точно так же порежем лучок. Вот мне так хочется сказать цыбульку. Режем на три части. И меленько вот так вот ее тоже нарезаем. Чтобы лук был сочный в пироге и не хрустел на зубах, чуть-чуть присолю его, буквально щепоточку соли. И вот так вот помну. После этого отправляю лук в фарш. Сейчас немного поплачу. Ой, сильно поплачу. Катастрофа. Сюда же отправляем картошку. И удаляюсь плакать. Остался последний штрих. Мелкими кубиками нарезать курдючный жир. Конечно, курдючный жир использовать в данном случае в принципе для всех рецептов родов из Средней Азии очень классно. Потому что курдючный жир все-таки придает неповторимый такой азиатский вкус и аромат. Нарежем мелкими кубиками. Размером где-то миллиметров пять. Можно даже еще чуть помельче. Нарезанный курдюк. Отправляем сюда же в начинку для нашего пирога. Ну, отправляйся курдюк. Ладно, не хочется отправляться. Зиру вот так вот между ладонями хорошо разотрем, чтобы она отдала запах. Черный перец. И примерно чайную ложку соли. Теперь все это тщательно перемешаем. После того, как я приготовил фарш, к делу подключилась Лариса. Она раскатала тесто из вот этой вот упаковки слоеного теста в виде круга. Немножко подрезала его, чтобы круг был более-менее правильный. Теперь укладываем тесто в форму. Так как тесто хорошо тянется, подтяните его таким образом, чтобы оно примерно равномерно заполнило форму. И вот эти вот свесы по краям тоже были равномерные. Подготовленную форму заполним фаршем. После этого фарш надо разровнять, естественно, чтобы он находился в форме ровненьким слоем, а не кучей, которой мы его туда поместили. Далее по бортику формы обрежем лишние остатки теста. Его можно будет использовать в следующей выпечке. Естественно, оно не испортилось. То есть его можно раскатать, выровнять, сделать из него, ну, любую, придать ему любую форму. То есть это тесто выбрасывать не надо. Бортики теста, которые у нас остались по краям формы, вот таким вот образом опускаем вниз к фаршу. Сверху кладем заранее подготовленный кружок из теста, который мы вырезали примерно по размеру формы. И защипываем бортик, который у нас остался, с вот этой вот верхней крышечкой. В это время, пока мы защипываем тесто, включили разогревать духовку. Духовку разогреваем до температуры 180 градусов. Без конвекции, правильно, Лариса? Да. Защипываем таким образом, как бы собираем тот бортик, который у нас остался, с верхней крышечкой. Можешь на секундочку остановиться? Вот такой вот у нас получается здесь защип, так сказать. Похож несколько на вареник. По центру пирога делаем кругленькое отверстие, для того, чтобы выходил пар, который будет образовываться при приготовлении мяса. Сам пирог смазываем взбитым яйцом. Ну, не взбитым, а перемешанным. Для того, чтобы корочка верхняя у нас была красивая и румяная. Посыпаем пирог кунжутом. И отправляем на запекание при температуре 180 градусов на 45 минут. Немножко неправильное, я сказал, время выпекания пирога. Все-таки 55 минут, час. И если пирог сверху начинает сильно подрумяниваться, то можно накрыть его фольгой. Извлекаем пирожок из духовки и даем ему отдохнуть, ну, чтобы он остыл. То есть он не должен быть вообще холодный, но в то же время горячий тоже не должен быть. Вот такая красота, друзья, у нас получилась. Сейчас я разрежу это и продегустирую. Итак, дорогие друзья, таджийский мясной пирог. Вот так вот он выглядит. Действительно, тут мяса значительно больше, чем... Ну, это, кстати, еще низкий у нас получился. В Таджикистане он еще выше был. Ну, вот такой вот примерно. Ну что, давайте попробуем. Блин, это очень вкусно. Реально, он такой классный. По вкусу... Ну, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Вот специи с луком, с картошкой и с мясом ну, такой получается себе взрыв вкуса. У нас просто отличный праздничный ужин сегодня получится. Небольшой праздничек семейный. Друзья, прошу прощения, вот такой вот пирог можно приготовить к какому-то праздничному столу, просто на субботний или на воскресный ужин. Он реально очень вкусный. Обязательно попробуйте его. С удовольствием вам представляем этот рецепт. Если есть вопросы, конечно, задавайте их в комментариях. На все комментарии мы ответим. И не забудьте, среди вас наверняка, среди наших зрителей, есть Таджики. Напомните мне, как называется этот пирог. Он мне очень понравился. И пирог действительно классный. А всем остальным с удовольствием представляем рецепт. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. А мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока!